Спорную тему я хотел бы обсудить с моими подписчиками теми, у кого есть дети. Во-первых, потому что я сам педагог, у меня педагогическое образование, плюс я занимался долго детской психологией, я преподаю в школе, то есть знаю, о чем я говорю, ну и также потому, что я обнаружил существенную разницу в подходах воспитания детей на Западе и на Востоке. Россия не совсем относится к Востоку, она находится как бы посередине, у нее свои методы воспитания, отличающиеся и от западных, и от восточных. Я подумал, что не может ли это быть одной из причин того, что так по-разному живут люди в разных частях Земли. Где-то должна быть эта самая глубинная причина, почему европейцы меньше склонны к воровству, почему они больше стремятся к справедливости, менее агрессивны и так далее. Этот ролик для взрослых и тех, кто думает стать родителями или может задумываться о том, как воспитать успешного человека. Впрочем, успешный человек в России – это аномалия, потому что успешному умному человеку в России будет очень плохо, но если вы задумываетесь о том, чтобы переехать в какую-то западную страну, вам эта информация может быть полезна. Подтолкнуло меня к этому разговору вот такое сообщение. Россиянка на тему о домашнем насилии в российских семьях написала мне с возмущением. Где вы нашли побои в России? Кто кого бьет? Даже в древности, в России, никто никого не бил. Какое домашнее насилие? Заставить ребенка полы помыть или уроки сделать – это насилие? Не дать ребенку налопаться какой-то химической гадости в красивой обертке – это насилие? Между мужем и женой – это насилие? Если в семье кто-то на кого-то кричит, вы считаете, что это уже насилие? Если в итальянской семье кто-то на кого-то кричит, то, по-вашему, это национальный темперамент. Замечательно. Так значит там национальные особенности, а здесь значит насилие. Вот такое письмо. Сразу скажу этой отважной женщине, не считающей, что в России есть домашнее насилие, что да, крик – это эмоциональная форма насилия, особенно если дело касается ребенка. Словом можно ранить тяжелее, чем предметом, так как злое ранящее слово может остаться в человеческой душе на всю жизнь. О побоях в российских семьях можно сделать отдельный ролик. Это очень тяжелая тема, о которой в России вообще не говорят. Судя по статистике, российские женщины лупятся страшной силой и упорством уже несколько столетий. Достаточно вспомнить, что в домострое, некогда правилам домашнего ведения хозяйства, убедительно рекомендовали периодически бить свою жену и дочерей. Тогда же издревле в русском народе сложились пословицы и поговорки, пословицы и вообще много чего могут рассказать о народе. Итак, в русской традиции «бей бабу молотом, будет баба золотом», «жену не бить, милым не быть», «бей жену обухом», «припади да понюхай», «дышит да морочит, еще хочет», «всем бита, и опечь бита, только печью не бита», «люби жену как душу, тряси ее как грушу». В общем, понятно, какие отношения приняты в российских семьях еще издревле. Поэтому можно, наверное, не удивляться тому, что отшлепать своего ребенка не считается в России каким-то плохим делом. Это даже не осуждается, а наоборот, постоянно критикуется западное общество, где за телесное наказание ребенка можно этого самого ребенка лишиться. Судя по письму самой этой женщины, которая отрицает любые формы насилия в российских семьях, что русские женщины так устроены, они либо стыдятся рассказывать даже родителям о своих драках с мужьями, и уж тем более признаваться коллегам или посторонним людям, не дай бог, полиции, они ни за что не будут. По статистике МВД России, именно в семьях россиян совершается 40% всех тяжких преступлений. От рук мужей и сожителей ежегодно погибает 15 тысяч женщин. Домашнее насилие встречается в каждой третьей российской семье. Примерно 600 тысяч женщин получают тяжелые телесные повреждения ежегодно. В принципе, это дело самих женщин. Хочется, пусть терпят, но от такого отношения к побоям в семье следуют другие страшные цифры. 50 тысяч детских побегов из дома в год. Например, на 2013 год была зарегистрирована такая дата. В российских семьях систематически избивают более 2 миллионов детей из 25 миллионов детского населения. Россия занимает первое место в мире по количеству самоубийств среди детей и подростков. Это очередная страшная цифра, касающаяся России. Ну, собственно говоря, по словам моей подписчицы, вот это все всего лишь национальные особенности. Я ответственно заявляю, что что касается непосредственно суицидов среди детей, напрямую связано с домашним насилием разных форм. Российские родители пока не озаботились этими цифрами. Они вообще, похоже, не задают себе вопрос, почему наши дети чаще всего убивают себя в мире. Я очень много места уделил насилию в российских семьях, но, собственно говоря, я хотел поговорить о так называемой стандартной модели западного воспитания. Так вот, если бы моя подписчица пришла с такими же разговорами ко мне в школу, скажем так, она была мама одного из моих учеников и все вот это мне выложила, я бы однозначно ей ответил так. Вы, дамочка, живете в своей квартире, которую купили или получили от родителей. У вас там есть полы, есть посуда, есть занавески, всякие вещи. Все это ваши вещи, и это вы должны отвечать за свой долг, свои полы и свои тарелки. Это не полы вашего ребенка, не посуда вашего ребенка, так что мелочка. Мойте свои полы сами, как и свою посуду, мойте свои окна и так далее. Это сугубо ваше дело и дело вашего мужа или других взрослых членов семьи, которые с вами проживают. Ребенок в этой квартире ни за что не отвечает и ничем подобным заниматься не должен. Больше чем уверен, что сейчас большинство российских родителей возмущаются. Как же так? Мы воспитаем тогда очень ленивых людей. Удивительно, что вы лупите своих детей, заставляете их мыть полы и посуду. И тем не менее, россияне, взрослые россияне, считаются одними из самых малоэффективных работников. В Германии, в странах Скандинавии, Франции и Англии давным-давно не принято бить детей. И странное дело, работают они гораздо лучше русских, которых заставляли работать в детстве. Подумайте, может быть в этом есть какая-то зависимость? Если ваш ребенок хочет вам помочь, например, ваш трехлетний малыш пытается поднести вам чашку или подержаться за пылесос, вы должны его похвалить и дать возможность ему это сделать. Потому что он сам этого хочет. Но вы не должны ни в пятилетнем, ни в семилетнем, ни в десятилетнем возрасте заставлять его делать домашнюю работу. Лучше всего в идеале. А эта женщина писала, что в России живут очень хорошо, у них большие квартиры, даже несколько квартир. Я как раз думаю, что положение несколько по-другому выглядит, что у детей часто в России даже нет отдельной комнаты. Но поверю ей на слово, так вот, если у каждого из вашего ребенка есть отдельная комната, то он должен убирать исключительно свою комнату и следить за порядком своих вещей. Ребенок все равно, даже если вам этого не хочется, повторяет ваше поведение и ваш порядок в квартире. Поэтому и говорят хорошие психологи и педагоги, воспитывайте себя, а не ребенка. А он уже сам повторит за вами все, включая ваши промахи и ошибки. Поэтому бесполезно говорить ребенку, курить вредно, если вы сами курите. Он не понимает, почему вы это делаете, если при этом говорите, что это плохо. И поэтому он будет курить, как только у него появится такая возможность. Он думает, что папа его обманывает. Если папа с удовольствием затягивается сигаретой, при этом говоря, попробуй только сам курить, ребенок автоматически думает, ага, он курит и получает удовольствие, а меня хочет этого удовольствия лишить. Дальше. Если у вас бардак на кухне, и вы говорите ребенку, что он должен мыть посуду, ребенок воспринимает это как наказание или эксплуатацию, так как вы сами этот порядок не наводите. Или наводите его редко, а заставляете его, ее делать это. Сначала научитесь сами мыть свою посуду за собой, и вы увидите, как ребенок повторит эти же ваши действия, так как он не будет знать другой модели поведения. Если в вашей квартире не будут валяться вещи, где попало, то в комнате ребенка тоже будет порядок. А если какие-то вещи будут валяться в какой-то период, часто в качестве протеста, в период пубитации, то есть подростковый период, то не напрягайтесь по этому поводу. Все равно в жизни он повторит в точности вашу квартиру, ваш дом и вашу модель. Вы должны регулярно мыть свои полы, посуду, окна, и что вы там сами себе хотите, и этим самым вы даете установку ребенку на всю жизнь, в каких условиях он будет жить сам. Если же вы будете его заставлять работать на себя, то он будет чувствовать себя униженным. Вообще у ребенка в детстве немного другие задачи и цели, чем обслуживать взрослых, которые его окружают. Он определенно не обслуживающий персонал. Отсюда вывод. Заставлять ребенка мыть посуду – элементарное проявление собственной лени и желание свалить работу на более слабого. Ребенок не хочет чувствовать себя обслуживающим персоналом. Принеси, подай, рот закрой. Если вы будете таким тоном общаться со своим ребенком, то вы воспитаете еще одно поколение невротиков, которыми насыщена Россия до предела. В этой стране просто непочатый край людей с различными формами невротических заболеваний. Это тот вывод, к которому я пришел. Почему россияне так живут? Потому что их такими делают с детства. Если вы хотите, чтобы ваши дети выросли уверенными в себе людьми, ответственными, самостоятельными, не такими инфантильными, как вы сами или ваши родители, чтобы они могли сделать карьеру, чтобы их любили окружающие, прекратите быть слишком требовательными своим детям. Дальше интересно, что подписчица не замечает, как делает оговорку по Фрейду. Заставить делать уроки разве плохо? Вообще ничего не надо заставлять делать, уважаемая. Тем более уроки. Вы же хотели бы, чтобы ребенок делал уроки без вашего напоминания и контроля. Если вы этого хотите, вы должны раз и навсегда запретить себе совать нос в его уроки. Забудьте с первого дня школы, что у вашего ребенка есть вообще уроки. Дело в том, что российские родители настолько не уверены в себе, всегда стремятся произвести впечатление на окружающих, настолько борются со своими собственными невротическими расстройствами, постоянно находятся в тревожном состоянии, что они беспрерывно треплят своих детей. В Германии, например, совершенно не требуют чистоту писания. Такого понятия, как правильно написать палочки, а потом ровненько нарисовать крючочки, вообще не существует. Ребенок с первого класса пишет так, как фактически может. Он должен по меньшей мере попадать в строку. Но какие у него там будут буквы? Вправо наклоненные, влево наклоненные, большие, маленькие, кривые, пляшущие. Какие угодно он может писать так, как считает нужным. Потому что почерк – это чисто индивидуальное дело, и он формируется сам по мере взросления. Поэтому все усилия слишком ретивых мамаш, стоящих за спиной своего чада, и зорко смотрящих с первого года школы, как ребенок пишет, тщетно. Писать, как вам хочется, вы его не научите, а вот психологическую травму вы ему нанесете. Немцы давным-давно не кричат на своих детей или бьют их по рукам, говоря, почему вот эта буква «М» у тебя не такая, как в начале строки. Потом вырывают лист и заставляют ребенка писать по-новой. Это считается уже давным-давно неприемлемым. Я бы сказал просто – прекратите муштровать своих детей. Расслабьтесь сами, отпустите хватку на горле своего ребенка. Люди из семей со слишком требовательными родителями потом полжизни тратят на то, чтобы выкарабкаться из эмоциональной дыры, куда их загоняют еще в школе и в детском саду. Ведь школа так или иначе закончится. А вот ребенок останется с вами. И важнее всего, какие у вас с ним будут отношения, а не то, что будет думать о вас или о вашем ребенке какая-то Марь Ивановна-учительница, которая, может быть, потом вам в жизни никогда не встретится. Может быть, именно поэтому в Германии с первого класса пишут карандашами, для того, чтобы если малыш что-то сделал не так, он мог спокойно убрать ошибку и написать так, как нужно. Другими словами, европейская школа воспитания направлена на то, чтобы не напрягать и не травмировать ребенка, сделать нахождение в школе как можно более приемлемым. В западных семьях принято хвалить ребенка. Если он что-то не так вырезает, что-то не так слепил или смастерил, необходимо прежде всего это делать вместе с ним, а затем разговаривать с ребенком в таком тоне. «Посмотри, у меня это получилось так, но то, что сделал ты, мне очень понравилось. Ты хорошо справился, лучше, чем я ожидал». Ребенок в этот момент понимает, что все, что он делает, хорошо, но есть папа или мама, которые делают это чуть-чуть лучше. Ему есть на что равняться. При этом равняясь, он не чувствует себя ниже, чем его родители. В эти моменты ваш ребенок учится уважать себя сам. Сейчас в странах Запада стало принято делать стены, удобные для детской росписи. Помните, что сказал Джек Ма, ведь я не случайно выкладываю речи таких людей. Он сказал, его самая основная мысль – будущее будет принадлежать креативным людям. Это чувство не развивается по щелчку пальцев. Его надо засеивать, а потом долго выращивать в вашем ребенке. Компьютеры посчитают за него сложные алгоритмы или выдадут любую историческую дату, какую бы он ни искал. Теперь много информации не обязательно запоминать, для этого есть техника. Но вот творческое начало, то, что свойственно только человеку и пока еще не свойственно машинам, это именно то, что будет отличать человека от робота и впоследствии искусственного интеллекта. Чтобы ролик не был слишком длинным, я заканчиваю первую часть, но мы будем дальше говорить о том, как необходимо воспитывать детей для современного мира, чтобы они чувствовали себя в этом мире хорошо. В следующей части мы поговорим о таком сложном, трудноуловимом понятии, как любовь к своему ребенку.